Привет, мои дорогие! С вами Анастасия Постригай, и это легендарный день. Очень давно не было новых роликов на моем канале, но не потому, что я передумала нести искусство в массы. Год назад я стала мамой во второй раз, и это очень-очень меняет жизнь. Но я готова, я возвращаюсь, и теперь это будет не канал, а сплошной праздник для всех, кто неравнодушен к искусству. Итак, поехали! Субтитры делал DimaTorzok Неведомым образом проснулись в 1900, ну, допустим, в третьем году. Что же делать? Но, к счастью, таким же неведомым образом и в том же 1903 году у вас оказался под рукой YouTube. Давайте представим. Поэтому давайте мы сейчас вообразим, а как бы выглядели женские видеоблоги начала 20 века. Начинаем с самого-самого горячего. Бьюти-блог. Если вы думаете, что в начале 20 века жили какие-то другие женщины, которых хлебом не корми, а дай с утра романсы попей, да в вальсе покружиться, я вас немного разочарую. Сто с лишним лет назад, как и сейчас, дамочек очень заботил внешний вид. Если вы хотите со всех сторон прослыть благородной барышней, то в вас все должно быть прекрасно. Даже Чехов так говорил. Выглядит свежо и молодо. Как самый прекрасный, едва распустившийся на рассвете цветок. Если вы будете слишком бледный, или слишком румяный, или слишком загорелый, ваши шансы стать музой серебряного века растают на глазах. Не перебарщивайте с макияжем, если вы не артистка. Да и выбор декоративной косметики у вас, мягко говоря, невелик. Пудра, румяна, помада и очень редко тушь. Интересно, жена Николая II Александра по этой причине отвергла макияж? Говорят, императрица и маникюр даже не жаловала, ссылаясь на вкусы императора. Но мы с вами возьмем пример другой монаршей особы, тоже Александры, только супруги английского короля. В начале XX века ей было 60 с хвостиком, а выглядела она как роза самой первой свежести. И я подозреваю, что дело в грамотно наложенных румянах. Румяна должны быть нежного цвета, такого, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что сама природа одарила вас такими прелестными щечками. Главное, не перестарайтесь, а то получится, как во времена Марии Антуанетты. Эпоху позднего рококо, конечно, тоже любили молодиться, но накладывали себе на щеки такие алые круги. Этого делать не стоит. Там, где румяна, там и пудра. Вот только с пудрой в начале XX века были дела так себе. Карманные пудрицы еще не вошли в моду, и приходится каждый раз нырять в банку с заветным порошком. Скорее всего, в вашей пудре есть свинец. Вот такой вот подарочек из XIX века. Поэтому сделайте ставку на французскую пудру с мелым и порошком магнезии. А что с бровями? Брови должны быть не тонкие, как ниточки, и в то же время не саболины, как модно сейчас. А что-то такое вот среднее. А вообще, по правилам хорошего тона, вся краска на вашем лице должна гармонировать с цветом вашего наряда. Если вы надеваете что-то коричневое, то пусть и румяна, и помада будут слегка коричневыми. Если у вас розовый или пастельного цвета наряд, то помада должна быть розовой. Это, кстати, самый популярный цвет. Интересно вот. А как это правило работает с зелеными платьями? Что же было с тенями в макияже? Мода на яркие тени начнется после выхода балета Шехерезада русских сезонов Дягилева. Это было за несколько лет до начала Первой мировой. А до тех пор остается пользоваться невзрачной палеткой из двух-трех оттенков коричневого или розового цвета. Ну, вы погодите расстраиваться. Не будет яркого макияжа, ну и пусть мы с вами сейчас отыграемся на платьях. И вот, чтобы вы точно увидели в модных блогах начала 20 века, я вам сейчас все это покажу. Стиль модерн в это время во всем и всюду. Вы слышали когда-нибудь о таком? Модерн знаменит своими плавными, тягучими линиями, как будто растение тянется к небу. Поэтому и женские фигуры, они тоже начинают изгибаться. Так что ваша задача добиться идеального силуэта в форме буквы «С». Причем неважно, какой фигурой наградила вас природа. Корсет все исправит. И пусть где-нибудь в Париже его уже признали орудием пытки. В России лучшего средства для осиной талии не отыскать. Только когда вы будете одеваться, не забудьте позвать корничную кухарку, маму, сестру или еще кого-нибудь на всякий случай. Нет, не для постановки сказки «Репка», а чтобы потуже затянуть корсет. Конечно, женихи клюют не только на тонкую талию и на ваше умение распевать романсы. Если собираетесь на бал, нет ничего страшного в том, чтобы немного открыть линию декольте и плеч, как это делает несравненная княгиня Юсупова на портрете Серова. И пусть внимание окружающих к вашей прекрасной шее притягивает не только белизна кожи, но и модный аксессуар, который в 21 веке назовут чокером. Кстати, это, пожалуй, одно из самых древних украшений. Еще Мария Антуанетта обожала носить такое. И на портретах Возрождения чокер тоже встречается довольно часто. Но в начале 20 века настоящей королевой аксессуаров была она, ее величество шляпа с огромными полями, под которыми может спрятаться половина футбольной команды. Невероятный декор с огромными цветами, перьями, лентами. Дамы с особой фантазией умудрялись носить чучело маленьких птичек. Вряд ли в такой шляпке вам удастся выйти замуж за защитника природы, но у создателя чучела определенно есть шанс. Неудивительно, что такие шляпы высмеивали все, кому не лень. Карикатуристы не знали ни сна, ни отдыха, только успевали штамповать смешные картинки в журналах. Поэтому прежде, чем надеть такую широкую шляпу на сеанс позирования у какого-нибудь модного художника, вы тысячу раз подумайте. А иначе никто не разглядит за этими полями вашу тонкую натуру, как это и случилось с княгиней Орловой на портрет того же Серова. Думаю, сейчас вы оценили, насколько же удобно жить в 21 веке. Вы прыгнул в джинсы, накрутил пучок на голове, и никто тебе слова не скажет. И все-таки в женщинах начала 20 века было какое-то недоступное нам сейчас очарование. Если вы хотите почувствовать себя одной из таких барышень, да еще и прокачать эрудицию, вам точно понравится то, что я сейчас скажу. Во всю сейчас идет набор на мою онлайн-игру для девушек «Институт благородных девиц». Это такое онлайн-приключение на 6 недель, которое растормошит даже самых застенчивых и неуверенных в себе барышень. После этой игры вы станете экспертом по началу 20 века, сможете поговорить и про балеты, и про музыку, и про моду. А еще можете выиграть 100 тысяч рублей. Оставляю ссылку в описании, обязательно посмотрите. А я возвращаюсь в тот день, где вы внезапно обнаружили себя в начале 20 века. Лицо мы нарумянили, корсет потуже затянули. Теперь можно и светскую жизнь обсудить. Это рубрика «Звездные новости». Где собираются самые богатые и знаменитые? На императорских балах, конечно. Например, на шикарной вечеринке в честь юбилея дома Романовых в Зимнем дворце. Тема бала «Допетровская эпоха». А это значит, что кавалеры по этому поводу облачились в кафтаны и золотой парчи, а дамы достали кокошники. А у Николая II в руках был настоящий старинный царский жезл. Вообще страшно представить, сколько миллионов рублей носили на себе в тот вечер гости. Но Петербурга-то к такой шикарной жизни не привыкать. Например, в доме князей Юсуповых на набережной Мойке на званный ужин приглашают до двух тысяч человек. Представьте себе, каких размеров должен быть дом. А вот обычной столовой, где Юсуповы могли собраться с семейным кругом, у них нет. Просто отец семейства всякий раз приказывает накрывать стол в новой комнате. И вот домочадцы, и гости иногда подолгу бродят по дворцу в поисках нужной залы. Так и, в принципе, похудеть и долго. Само собой, в светской тусовке на слуху не только чудачество богачей, но и новости культуры. Все-таки Серебряный век на дворе. Правда, иногда даже в самые культурные новости просачивается капелька сплетен. Ну, например, скандал в русских сезонах Дягилева. Сергей Дягилев – гениальный продюсер, который показал Европе настоящую русскую жемчужину балет. И Европа влюбилась. Влюбился и Дягилев. Дело в том, что к нему в труппу попал настоящий бриллиант. Молодой танцовщик Вацлав Нижинский. И его талант покорил Дягилев настолько, что тот сделал его не только солистом, но и хореографом. И первым делом Нижинский поставил вот такой коротенький и совсем не классический балет после полуденный отдых фавна. И все бы ничего. Но из-за этого Дягилев распрощался с другим хореографом – Михаилом Фокином. А ведь именно он был с русскими сезонами с самого начала. А Нижинскому, кстати, достался не только огромный талант, но и проблемный характер. Например, однажды его познакомили с Исидорой Дункан. Это великая танцовщица начала 20 века. Та была от молодого Вацлава в восторге. И в шутку предложила ему пожениться. Сказала, что их дети будут восхитительны, ведь они будут так танцевать, как Дункан и Нижинский. Но протеже Дягилева на это ответил, что не хочет, чтобы его дети танцевали, как Дункан. Впрочем, вскоре после премьеры «Фауны» Нижинский и вправду женился. Не на Исидоре, конечно. Он это сделал в тайне. И когда Дягилев узнал это, он немедленно выгнал танцовщика из труппы. Вот такой вот век страстный, жгучий и импульсивный. Спорим, вам уже не хочется возвращаться в наше суматошное время. Тогда не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно я вам расскажу много-много всего интересного. Пока-пока.